Преподобный Амбросий Оптинский сказал, человек рождается в то время, которое максимально подходит для его личного спасения. Но что, если это рождение происходит не один, а два раза? Почему люди, перенесшие клиническую смерть, начинают свой путь по-иному? И для чего Господь посылает еще один шанс на спасение души? И что находится по ту сторону, когда от земли до царствия небесного остается лишь несколько минут? Взаимоотношения с Богом у нейрореабилитолога Ирины Хвингия строились непросто. Еще в восьмом классе она мечтала уйти в монастырь. Но замыслу не суждено было сбыться. Батюшка не благословил. Затем смерть молодого человека в Чечне, разочарование в жизни и отдаление от церкви. Я несколько лет вообще в храм не заходила. Да, я молилась дома, молитвы я не оставляла никогда. Но в храм я больше не ходила. Возвращение в храм случится гораздо позже, когда надежда останется на одного Бога. Это произойдет через несколько лет после врачебной ошибки. При удалении аппендицита хирурги занесли женщине инфекцию, распространился сепсис. В итоге установка кардиостимулятора, частичное удаление кишечника, несколько инсультов и клиническая смерть. То, что многие люди рассказывают про какие-то туннели, свет, взгляды со стороны, ничего этого не было. Единственное, что я помню, я поняла, что я ухожу, когда мне стало тепло-тепло. Было такое ощущение, что кто-то вот сзади подошел и вот пледом обнимает. И вот в тот момент я поняла, что да, все. Все. И это был первый раз, когда я испугалась, потому что я поняла, что я сейчас получаю то, что я очень сильно хотела. Из-за проблем со здоровьем женщина так отчаялась, что мысли о кончине постоянно ее посещали. И как раз в этот момент смерть была так близка. Когда начало происходить, я понимаю, что сердце останавливается. И казалось бы, ну вот, собственно, ты получила то, что ты хотела, все, но сейчас закончится. И вдруг стало страшно. Вспомнилось. И дочь как вспомнилась то, что в храм давно не ходила и не причащалась очень давно. И страшно стало, наверное, уйти без исповеди, страшно стало уйти без причастия. Я молиться начала в этот момент, в момент, когда сердце останавливалось. А после этого я достаточно быстро вернулась в храм. История с клинической смертью. А потом поняла, зачем она была нужна. Для того, чтобы мы научились ценить жизнь как таковую.